МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скорая помощь в Хадже. О том, как работают сопровождающие дагестанских паломников врачи, расскажем в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это их день. Лучших спортивных корреспондентов региона наградили в спортивном ведомстве республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное возгорание мусора на свалке в местности Черкес-Кутан. Кадры с дымом, надвигающимся на Махачкалу, облетели соцсети. Минприрода отреагировала на это информацией и видеоотчетом, как проходит ликвидация тления. Сообщается о привлечении большого количества техники. К работе подключены и городские службы. Как сообщает столичная мэрия, специалисты МВУ Махачкала-1 находятся на месте с момента начала пожара. Уроженцы Дагестана задержались за незаконный сбыт взрывчатки на территории Ставропольского края. Установлено, что подозреваемый и еще несколько человек занимались поставками взрывчатых веществ на Ставрополье. Силовики зафиксировали три факта продажи аммонита и 60 электродетонаторов. Сейчас полицейские ведут оперативную работу по установлению остальных участников данной группировки. В Шамильском районе в результате ливневых дождей смыло автодорогу в село Верхний Колоб. Из-за схода скальных пород и сели, отрезанными от внешнего мира, оказались сразу шесть населенных пунктов – Хородамо, Куда, Нижний и Верхний Колоб, Хамакал и Киених. На место выехали сотрудники ДАК Автодора. Как в Дагестане идет процесс до газификации? С какими проблемами сталкиваются службы ведомства и насколько мы продвинулись вперед в реализации проекта? Эти и многие вопросы обсудили на встрече руководителя Министерства энергетики региона с представителями республиканских СМИ. В продолжении темы сюжет Карима Гамаева. Программа до газификации с 1 марта нынешнего года стала бессрочной и это большой плюс для всех тех, кто не успел или не смог стать ее участником. Помимо этого президентом страны были приняты еще несколько новшеств, идущих параллельно с данным проектом. Это и проведение газа в образовательные и медицинские учреждения, которые пока в качестве альтернативы голубому топливу используют электричество и уголь. Такие объекты в современном Дагестане все еще встречаются, их несколько десятков. Два шестьсот, более двух тысяч шестьсот техническая возможность создана на домовладение, и где-то тысяча сто пятьдесят, тысяча двести подключенных домовладений. Вот то, о чем мы только что говорили. То есть возможность создана техническая на два шестьсот, где-то сейчас эта работа проводится, где-то заявитель сказал, не сейчас, мне сейчас газ не нужен, я там ближе к отопительному. Также с первого марта вступила в силу программа социальной газификации. Теперь льготники заранее могут получить положенную им компенсацию на покупку материалов или на оплату работ по установке газового оборудования внутри своего участка. Ветераны-инвалиды Великой Отечественной войны, это категории семьи, малоимущие, многодетные, это одинокие неработающие пенсионеры, что очень важно, это сегодня и семьи мобилизованных, мы это тоже подчеркиваем, вправе рассчитывать на компенсацию со стороны государства фактических расходов, но эта цифра не может превышать 100 тысяч рублей. Основной сложностью для прокладки газовых сетей является сложный рельеф и предварительное согласование маршрута сети, чтобы не нарушать уже проведенные коммуникации. И с чем мы сталкиваемся, особенности рельефа, да, об этом кто лучше расскажет, федеральный штаб или муниципалитет, конечно муниципалитет, коммуникации, какие-то особенности, те же самые дороги и так далее, то есть вот все эти вопросы сейчас мы можем смело утверждать, они гораздо оперативнее. Напомним, программа догазификации действует на территории республики уже два года, за это время было построено около 350 километров газовых сетей. Карим Гамайя, Сейд Шагидов, новости ННТ Махачкала. Скорая помощь в Хадже, в долине Минау, дагестанской паломницы, случился острый эпилептический приступ. Медики, несмотря на поздний час, мгновенно среагировали и приняли необходимые меры. Медицинская бригада от Хадж-оператора Марва Тур в период паломничества работает круглосуточно. Врачи и медсестры в период Хаджа редко попадают в ленту новостей, но их роль сложно переоценить, ведь порой жизнь паломника зависит от тех специалистов, которые окажутся рядом. К большому сожалению, паломники совершают огромную ошибку, они не принимают препараты здесь, и, соответственно, у них обострение этих состояний. В данном случае нам удалось купировать это состояние, так как у нас имеются все медикаменты для оказания первой помощи. Пациентка нуждается в динамическом наблюдении, и сейчас все показатели у нее в норме. Паломники здесь, на святых землях, они испытывают определенные нагрузки. Нагрузка – это, в первую очередь, на их сердечно-сосудистую систему, на систему костно-мышечную систему в основном. То есть они не привыкли ходить по нескольку километров, как им приходится в данной ситуации. И наша задача – как раз восстановить их максимально быстрые сроки к выполнению основных ритуалов хаджа. Отдых на берегу Каспия. Лагерь «Солнечный берег» принял детей из зоны СВО. Сейчас здесь находятся 50 школьников из Луганска, 250 детей – участников спецоперации, а также ребята из Запорожской области. Проверить условия пребывания гостей на дагестанской земле приехал лично глава правительства республики. И о спорте. Награды работникам пера и микрофона. Сажид Сажидов отметил работу спортивных журналистов Дагестана. Традиционная встреча министра спорта с представителями СМИ была приурочена к Международному дню спортивного журналиста, отмечаемого 2 июля. Глава ведомства поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и поблагодарил их за хорошее освещение, прошедшего недавно в Каспийске чемпионата России по борьбе. Отличившихся сотрудников министр поощрил денежными премиями. Среди награжденных и наш коллега, корреспондент службы новостей ННТ Курбан Рагимов. Министерство спорта вас ценит, вашу работу видят, вам благодарны. И поэтому, конечно, по мере возможности, мы будем вас поддерживать. Я и поговорил, сегодня очередной раз мы здесь для этого собрались, вас поздравят, друг друга увидят. Говорит о планах дальнейших, говорит о каких-то перспективных моментах. Я вам и тогда говорю, я жду от вас предложений, для того, чтобы качественную, лучше, быструю информацию спортивную, как мы можем подавать, донести до зрителя, до болельщика. Это от вас зависит, а я вас в этом плане только могу быть помощником и какие-то моменты поддерживать. Заслуженную награду получил и спортивный журналист Ариб Аримов, аксакал журналистского цеха, который долгие годы работал на ГТРК Дагестан и освещал все значимые соревнования с участием дагестанских атлетов. Аримов стал первым лауреатом премии имени основоположника дагестанской спортивной журналистики Магомеда Канаева, учрежденной Минспортом Республики. На самом деле, сегодня очень волнительный для меня день. Я очень сильно волнуюсь, потому что Магомед Канаев, он был не только моим наставником, старшим товарищем, другом, он был как старший брат, он всегда был рядом, всегда приходил на помощь, всегда помогал нам в нашей профессиональной деятельности. И поэтому сегодня я хочу сказать огромные слова благодарности всем тем, кто разработал и учредил эту медаль имени Магомеда Канаева. На самом деле, для нас, для спортивных журналистов, это особое событие, большое событие, и появляется стимул работать еще лучше и еще больше. Мой отец Магомед Канаев всегда всецело, всю свою жизнь посвящал своей работе. И он на самом деле получал от него большое удовольствие. Все вы его знали, и все это вы знаете, что он получал удовольствие от этой работы. Я хочу пожелать вам всем, чтобы вы тоже каждый день в своей профессиональной работе получали удовольствие от этой работы. На самом деле, я не буду лукавствовать, и все вы это знаете, что, наверное, я больше его в жизни видел или по телевизору, или на каких-то интернет-приятиях, чем даже дома. Он очень много сил, времени и души отдал этой работе. Футболисты «Динамо» начнут сезон гостевой игрой с московским «Торпедо». Накануне президиум Национальной лиги утвердил предварительный календарь матчей. Стартовый тур Первой лиги запланирован на 16-17 июля. Махачкалинцам предстоит встреча с покинувшим элитный дивизион «Торпедо». А в эти дни дагестанский клуб находится на сборе в Кисловодске, где уже провел три контрольных матча. В двух из них одержаны победы над клубами «Форте» и «Чайка», а с грозненским «Ахматом» белоголубые сыграли в ничью 1-1. На этом у меня все. В студии работала Лориана Шимхалаева. Следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова